категорически всех приветствую сегодня расскажу вам о потолочном светильнике light arvin light 450 и 550 c собственно приобрел я себе один светильник 550 и два светильника 450 ну как бы чтобы одной модели разного диаметра в общем на стадии ремонта я заложил проводку под один светильник в кабинет но потом успели в последний момент перед натяжкой потолков и не зря определиться и добавить еще два первоначально хотелось именно умный светильник ну в общем то я так думаю что наверное xiaomi и их бренду и light но здесь пока что нету особых соперников вот ну и собственно и вот этой вот надписи особенно я склонился именно вот к этой модели к этой серии серия c и так два светильника я уже установил сейчас кстати они работают они работают на 96 процентов света но об этом чуть позже поговорим берем новый смотрим что внутри хорошая коробка хорошая упаковка скажу сразу светильниками ну пока что я доволен светильники хорошие светильники интересные сейчас посмотрим что внутри расскажу о самом светильнике чуть-чуть и сравним приложение которые могут ими управлять достаем большая коробка светильники соответственно диаметром 450 и 550 картонки интересные обе собственно вот что внутри развернул так здесь лежит сам светильник и лежит пульт у меня это уже будет 3 пульт крепеж и сам светильник вот так вот выглядит 450 светильник производитель здесь постарался сделали они универсальные лапы крепления значит есть две лапки по бокам мы их сдавливаем и отстегиваем пятак крепления и так крепления есть универсальным даже в инструкции написано что может крепиться двумя способами первый способ вот в эти две дырки и второй способ в одну из вот этих вот восьми я закрепил вторым способом потому что у меня натяжной потолок и ребята которые монтировали мне потолок заложили туда пятачок именно восьмидырочные под крепление какой-либо люстры поэтому я попадал в него дальше основной электрический пятак очень похож на пятак от чайника электрического и здесь есть быстросъемные три клеммы соответственно земля 0 земля и фаза клеммы достаточно легкие в монтаже в установке но ничего интересного интересно здесь то что примонтировав вот и так этот кронштейн мы можем менять светильники местами соответственно сам светильник достаточно неплохое качество на самом деле приятный пластик указано в паспорте его вес где-то я нашел в интернете на каких-то сайтах указан его вес в 2 и 3 килограмма ну ребят я скажу что мы нет нет здесь два и три килограмма однозначно он достаточно легкий то есть не знаю не должно быть тут вообще никак два и три килограмма что он умеет основной свет может меняться по температуре и по яркости вот понятно да здесь есть вот юбка это rgb эмбилайт соответственно 16 миллионов цветов rgb чем отличается собственно модель 450 от 550 кроме 10 сантиметрами диаметра внимание даже в паспорте написано в модели 450 установлен 81 светодиод по вату основной мощности основного света в модели 550 установлена 84 светодиода то есть по большому счету они не отличаются разница в три светодиода на 10 сантиметров но сейчас я смотрю на них ну нет дальше что очень важно и почему я не пожалел что я приобрел именно три светильника то есть подсветил еще рабочие зоны производителям указано максимальная площадь освещения одним светильником 18 квадратных метров сейчас мы с вами находимся в комнате 17 квадратных метров и здесь работает два светильника по центру 550 и в том углу 450 смотрим я конечно уже вывел их на разные устройства управления отключаем угловой 550 мощностью 95 процентов включаем угловой отключаем центральный я очень сильно сомневаюсь что этот светильник действительно можешь потянуть 18 квадратов ну маловато светильник подключается к вашему домашнему вайфай для его настройки первоначальной вам необходимо во первых завести учетную запись в мехом потом устанавливаете приложение и light в этом приложении приложение находит светильник как-то что-то там с ним обменивается предполагаю по вайфай и говорит вот я есть пульт управления настраивается чуть посложнее там есть инструкция пульт работает по bluetooth то есть светильник по вайфай пульт по bluetooth соответственно подключить его колесе не составляет абсолютно никакого труда потому что в приложении яндекс в устройствах сразу есть и лает он его находит абсолютно легко но я еще его подключил к системе хом ассистент собственно для этих светильников был и куплен выключатель и лает flex о котором я говорил пару видео раньше но для того чтобы запустить режим с ли салон для этих светильников мне понадобилось переключить фазу в прошлом видео я говорил что фазу я подключал входную на l с одной цифрой на l1 а выходной я брал с l11 это был режим работы выключателя в режиме обычного выключателя для обычной лампы для того чтобы было подключить умную лампу я переключил фазу с l11 выходную на l12 то есть с последней циферкой 2 и переключил выключатель собственно уже в режим с ли салон что дает этот режим в этом режиме у вас светильник всегда находится в сети соответственно это удобно при голосовом управлении это удобно при управлении со смартфона и так далее если у вас этот светильник будет под обычным выключателем то когда вы выключили выключатель светильник отвалился все ни одно устройство его к сожалению не увидит алиса выключи свет спасибо итак перейдем приложением управления что-то темновато да а у и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Упдейтинг коннекшен статус... Just a sec... Где-то я это уже видел... Прелестно... Девайс нейм... Девайс нейм будет право... Потому что лево уже есть... Выбираем комнату кабинет... Обязательно управление полан... Хм... О чудо... О чудо... Продолжим... Так вот... После того как... Я проделал эту... Процедуру танца с бубнами... По первоначальной настройке приложения... Делал я это следующим образом... Я зашел в приложение E-Lite... Нажал вот тут... Добавить устройство... Добавить устройство... И какое-то время вообще нифига не происходило... Несколько раз я его сбросил... Обиделся... Зашел... Именно в свою лампу... Тут он мне написал... Давай там посбрасывай... Все будет хорошо... Я нажал продолжить... Это не с первого раза помогло... Но не суть... Устройство я настроил... Теперь у меня их есть три... Центр... Лево... Право... Право... Слева... Центр... Слева... Ну... Тройка по-русскому... Не важно... Что умеют... Эти устройства... Итак... Первое... Что мы делаем... Возьмем... Стандартное приложение... E-Light... Открываем... Мои устройства... Ну... Возьмем... Центральную лампу... Допустим... Эти мы потушим... Центр... Рекомендуемое... Рассвет... Закат... Время чая... Ничего не изменилось... Уютный дом... Ну... Чуть-чуть пожелтело... Кино... Спать... Спать... Это походу... Режим луны... Дальше... Солнце... Ну... Меняется температура... Луна... Пожалуй... Самый прикольный режим... Меняется по яркости... При этом... В принципе... В комнате... Ну... Нажали... Подержали... Нажали... Получили регулировку температуры... Опять же... Регулировка яркости... Это по основному освещению... И... Отдельно... У нас есть подсветка... Обратите внимание... Что... На... Лампе... 550... Подсветка... При... Полной яркости... Ну... Практически... Не видна... Поэтому... Я сейчас сделаю лучше... Вот так... Чтобы понять... Что такое подсветка... Пожалуй... Самый страшный режим... Потому что... При этом режиме... Реально... Видно с окон... Красный свет в комнате... Ну... Блин... Видок... Конечно... Такой себе... И... По температуре... Холодный... Теплее... Яркость... Насколько я понял... В... Плафонах... Четыреста пятидесятых... И... Пятьсот пятидесятых... Примерно... Не примерно... А точно... Даже... Одинаковое количество светодиодов... Поэтому... На плафонах... Четыреста пятидесятых... Подсветка... Выглядит... Ну... Чуть-чуть... Ярче... При всем... При том... Что... Сейчас... Боковые... Плафоны... Даже... Не на максимум... Стояли... Оп... А ну-ка... Ну вот... Можете... Сами... Поярче... Будут... Собственно... Лампами... Я... Доволен... Полностью... Теперь... Так... По-моему... Там... Этого нету... Я оставлю... Центральный... Потушу... Вот эти два... И... Лидер... На мой взгляд... В управлении... Это приложение... Яндекс... Просто... Доступно... Все под рукой... Но далеко лезть... Устройство... Выбираем... Свет... И... Начинаем... Баловаться... Подсветка... Яркость... Температура... По мне... Яндекс... Ну... Пожалуй... Самое удобное... В плане... Включить... Настроить... И... Не париться... Ну... И... Опять же... Имея... Колонку... Алиса... Мы можем сказать... Алиса... Выключи свет... Спасибо... Ну... И... Также... Не забываем... Что... Самый простой способ управления светильником... Это... Пульт... Вот... Такой вот... Пульт... У него есть кнопка... Оф... Кнопка... Он... Смена температуры... И... Смена режима... В этом режиме... Он просто нам включает... Луну... Прикольная штука... Ну... И регулировка яркости соответственно... Меняем режим... И... Тушим светильничек... Ну... Самый простой... Забавный... Блютуз пульт... А... Кстати... Батареек... Вот этих вот... В комплекте... Нету... Зажали... По освещению комнаты... Я... Пожалуй... Покажу... Это все вот так... Я выключаю... Правый светильник... У меня остается... Центральный... И светильник... Прямо надо мной... И вот сейчас... Я выключаю тот... Который прямо надо мной... Вот обратите внимание... Угол... Заметно темнеет... То есть... Если мы... В 17 квадратах... Вешаем светильник... В центре... То... Реально здесь... Ну... Не очень комфортно работать... Но с другой стороны... Если мы вешаем светильник... Только над собой... Вся комната темная... Реально темная... Здесь... Ну... Поработать можно... Но чего-то не хватает... Не хватает вот этого... Фонового света... Поэтому... Как... Производитель... Рассчитывает... На максимальный объем... 18 квадратов... Ну... Не знаю... Мне это вот... Тяжело понять... Я ни разу не пожалел... Что приобрел... Три светильника... Подсвечивая рабочие зоны... Да... Это не дешево... Но... Это весьма прикольно... Свет... Очень мягкий... Приятный... Рассеивает... Пластик... Очень ровный... Я не вижу ни одного... Светодиода... В светильнике... Амбилайт... Ну... Так... Я не знаю... Пусть будет... Прикольная штука... Может быть... Когда я повешу телевизор... И... Буду реально... Смотреть кино... То... Амбилайт... Мне даст какое-то... Приятное ощущение... Не знаю... Я в этом не уверен... Но... Очень важно... Еще в этих светильниках... В инструкции... В характеристиках технических... Обозначен... Индекс цветопередачи... РА... И он здесь равен 95... Что такое индекс цветопередачи... Можете посмотреть на Википедии... Очень много ресурсов... Описывающих этот индекс... Суть в том... Что... 95... Это почти 100... А 100... Это солнечный свет... И при солнечном свете... Те цвета... Которые мы привыкли видеть... То есть... Вот это белый... Вот это... Какой-то темно-красный... И так далее... Здесь... Они будут передаваться... Практически так же... То есть... Светодиод... Он освещает... Достаточно... Полный спектр... Соответственно... Мы можем видеть... Реальные... Цвета... Вокруг себя... Глазу... Это очень приятно... Вот... Наверное... Пожалуй... Все... Что я хотел рассказать... Про... Эти светильники... Про... Выключатель... Который я вешал на стену... Я доволен... Я не доволен тем... Что... У E-Lite... Нету... Ничего... Более... Интересного... Чем... Лепеха на потолок... Потому что... Ну... В спальню... Такой светильник... Я бы не хотел вешать... Если было что-то более интересное... Я бы обязательно выбрал... Такой же светильник... И в спальню... Ну... Может быть... Оно появится... Пока что... Факт только в том... Что... Если у вас... 17 квадратов... И темные стены... То... Скорее всего... Одного светильника... Вам... Все-таки... Будет маловато... Смотрите... Сами... Пишите комментарии... Задавайте вопросы... Центральный светильник... У меня... Отработал... Недели три... Наверное... Уже... Я доволен... Проблем с ним... Никаких не было... То есть... Что... Знаю... В чем разобрался... Отвечу... Подскажу... Помогу... Донатить можно... Там... Ниже... По ссылочке... В описании... Оставлю ссылки... На эти светильники... Ну... И... Подписывайтесь на канал... Ставьте лайк... Буду всем благодарен... Всем пока...